Ну, смотрите, да, поймите, что в нашей теме, да, можно все. Даже можно мужем побыть и кормильцем побыть в игре. Например, можно побыть кормильцем одной телки, чтобы воздействовать на другую телку. Да, это же пиздец вообще. У меня такое было в жизни, да, когда я там назло просто женился. Я реально назло женился. Назло своей, значит, любовнице, которая очень сильно хотела. У нас там был шикарный просто с ней роман, там все такое. Она очень хотела замуж за меня. Она делала все, чтобы выйти за меня замуж. А я взял и сказал, сука, я женюсь назло на другой. Пошла ты нахуй. И она так на такое говно изошла. Ее так по самооценке бабахнуло, короче, что я женился. Она такая самоуверенная была, просто я ее конкретно прокачал. Это, в общем, хрестоматия темы. Можно все. Вопрос стратегии в твоей, то есть, какую стратегию ты постраиваешь нам для девочки? В учениях Алекса замужеством и не пахнет. Я с тобой не согласен. У нас есть упражнения на охоте. За один день ты должна с пятью мужиками сходить в ЗАГС. Это домашнее задание, но у нас домашнее задание, это домашнее задание между уикендами, да, и жесткий контроль, и видеоотчет об этом, и все такое. И все девочки, все девочки через это проходят. Все девочки ходят в ЗАГС. Кстати, оказалось здесь, знаете что? Что книга «Охота» почему популярна? Очень популярна. Пиздец, как популярна. Я это понял только сейчас и осознал это. Я не знал, что она такая популярная. Ну, потому что, в общем-то, мне казалось, что «Жизнь без трусов» гораздо популярнее. Так вот выясняется, что «Охота» чуть ли не больше тираж имеет. Представляете себе, да? А почему? Мне недавно вот девочка здесь объясняла почему. Девочка вышла замуж. Просто вышла замуж. Просто сделав последовательно все, что написано там в нескольких главах «Охоты», она это просто подчеркнула. И она мне недавно просто на мобильнике, ну, просто случайной девочке, короче, мне показывает, что смотри, я вот вышла замуж. Но мобильники показывают схему. Вот смотри, вот это вот, вот эта схема из-за мужества сразу. Говорит, вообще пиздец. Просто тупо надо делать то, что там написано. Я, честно говоря, вот смотрите, я когда писал «Охоту», не было такой цели. Ну, иначе бы я написал книгу и назвал не «Охота на самца», а я бы назвал «Как выйти замуж». И она бы была самая популярная книга по тому, как выйти замуж. Но я написал книгу «Охота на самца», чтобы изложить методики соблазнения. Так вот, эта книга, я захожу в «Эксмоб издательства», и на меня там все девицы смотрят. Я такой, а что они на меня все так смотрят? Они такие, Алекс, потому что половина из них вышла замуж после вашей книжки. И я не ожидал. Знаете, то есть это такая книга, имеющая неожиданный эффект. Я с помощью «Охоты» предал свою тему. Я не хотел, серьезно. Но, значит, в теме поход в «ЗАГС» считается вообще элементарной историей. Ну, то есть это просто прокачка. Мы не можем относиться тяжело ни к чему, ни мастер не охотится. У нас все игра. Замужество, замужество, там, это игра. Женить бы, это игра. Значит, для того, чтобы не относиться к этому серьезно, можно много раз сходить в «ЗАГС» просто по приколу. Ну, то есть, вот, допустим, вы боитесь этого гребаного «ЗАГСа», боитесь оказаться под пиздой там. Да, это страх ваш. Сходите пять раз в «ЗАГС» со случайными телками. Саша сходил, женился, развелся, женился, развелся, женился, развелся. Чтобы у тебя не было это страхом, что «О, блядь, я женился, сука!» У тебя во снах там не снилось, чтобы ты в холодном поту не просыпался. «Блядь, я женился, пиздец!» Вот у этих ребят, там, у МДшников, например, да, у них это, блядь, уже навязчивая идея, понимаете? Не дай бог оказаться оленем там, да? Они такие, блядь, ну их гибкость на нуле вообще совершенно. Блядь, не дай бог оказаться оленем, не дай бог оказаться под пиздой. Ребята, как вы играть с ними будете, скажите, пожалуйста? Если вы не хотите оказаться под пиздой и так этого боитесь, как вы, сука, играть будете? Да вы, друзья мои, олени из МД, короче, ну вы реально олени, почему? Хотите, скажу? Да вам и мои тёлки, охотницы, вот так управляют просто. Вот меганычами вашими, вот просто, блядь, чем больше вот этого говна в мужике, тем больше можно зацепиться за это. То есть, всё видно, страхи вы показываете в МД движении, в своём там и так далее. Вы показываете, за что вас цеплять и как вас прокачивать. Вы настолько галяете себя, что вас просто вот под пизду загнать людей, которые приверженцы МД движения, как нехуй делать? Самые загоняемые под пизду, это те, которые я альфа-самец. Мистери там, да, там, например. Пиздец вообще. Это тот, который самый сложный для тёлок вариант. Это просто шикарный вариант для того, чтобы загнать под пизду. Почему? Мужик показывает свои жёсткие принципы тёлкам. Всё, я вот никогда не женюсь. Я никогда не женюсь принципиально, у меня позиция не жениться там или нет. Там моя позиция там не быть оленем там, да. Моя позиция быть верхним всегда. Пиздец, короче. И всё, и у тёлки что появляется? Навязчивая идея. Любой ценой, любыми техниками. Она тренера наймёт для того, чтобы завалить мистери там какого-нибудь или кого-то ещё. Из ЛСМД Меганыча, чтобы под пизду загнать, короче, да, там. Вот. И всё, и она начинает к этому идти. Чё происходит дальше? Как вы думаете? Она своего добивается. Всегда. Потому что сам виноват. Потому что у тебя страхи грёбаные, там, ограничения. Ты рамки себе поставил, она их наблюдает. И когда она тебя соблазняет, её задача их нарушить. Твои рамки. И всё. И она идёт к этому. И дальше она достигает этого. Потому что она в это тратит свою энергию. Вот, понимаете, гибкость в теме этого нет. Почему? Потому что, ну, смотрите, захочет тёлка, допустим, мастер какого-то там в ЗАГС сводить, да? На счёт к этому идти. А мастер уже пять раз туда сходил. Для него это не что-то вау там, не что-то охуеть, я пошёл в ЗАГС, да? Для него это, бля, ну, пошёл в ЗАГС после мастерского тренинга, там, пять раз на мастерском сходил в ЗАГС, там, шестой раз сходил. Это уже твоя территория. Ты там уже не будешь выглядеть толбоёбом в этом ЗАГСе, потому что ты на своей территории. Ты играешь на своём поле. Оно для тебя вообще известно, это поле. Ты ходил в этот ЗАГС много раз, и ты уже разводился много раз. Всё это не трагедия, там, или, значит, завести ребёнка, да? Блядь, завести ребёнка, какой пиздец, ужасно. Заведи пять детей себе, и всё, и расслабься, там. О, я боюсь элементов, блядь. Заведи, пускай она тебе пару тёлок подаст в суд, короче, и ты переживёшь этот момент, да, там, процесс этих, там, адвокатов этих, как бы, разрулишь всё, да? И, значит, поймёшь, как, там, делать так, чтобы уменьшить платить алименты, да? Адвокаты, там, решают вопросы, расскажут тебе, что тебе делать, там, и так далее, да?